В пятницу в зале районной администрации состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии под председательством главы администрации Заура Хамирзова. На повестке дня были рассмотрены три вопроса. По первому вопросу о состоянии и мерах антитеррористической защищенности объектов культуры и здравоохранения района выступили начальник управления культуры Рауф Хурья и главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. Одной из самых первостепенных задач учреждения культуры в данное время является проведение культурно-массовых и других мероприятий – это обеспечение общественной безопасности. Учитывая особенность ситуации, в которой мы с вами находимся, имея в виду ограничения, связанные с пандемией, мы, к сожалению, не можем проводить массовых мероприятий. Но это не значит, что эти мероприятия не проводятся вообще. Также в полном объеме работают детские школы искусств. Также проводятся такие локальные построенные наштабные мероприятия в библиотеках, в домах культуры и так далее. Но мы исходим из того, что об антитеррористической направленности наших мероприятий надо вспоминать и перед Новым годом или 9 мая. А надо об этом помнить целый год. И лучшей формой противодействия терроризму является ее профилактика. В чем же мы видим профилактику проявлений экстремизма, проявлений терроризма и других негативных последствий? Почти все наши мероприятия, за истечением таких, но откровенно развлекательного характера, мы обязательно стараемся включить одну из этих трех тем, на которые мы всегда обращаем особое внимание. Это антитеррористическая направленность, это антинаркотическая направленность и работа по борьбе с национальной ксенофобией, интернациональному воспитанию, как говорите в прежние годы, и толерантному отношению друг к другу, людей разных национальностей и разных конфессий. В своей деятельности по обеспечению технической расчетности Кашхановская здравоохранительная больница исходит из требований 6-5 патриарного закона и постановления правительства Российской Федерации номер 8 от 17 января 2017 года. Тогда, когда это постановление, которое утвердило требования теоретической расчетности, появилось и было нами изучено, все его положения и требования были необходимы в основные слухи реализовать, Нашим первым шагом было то, что мы ели должностного лица, которое в нашем учреждении отвечало за это направление. Причина этого шага в этот момент была единственная, наш предыдущий ответственный работник, это был внешний совместитель. Новые требования, полагаю, полагал тогда и, полагаю, считаю, сейчас, требуют, чтобы это был свой, полностью свой штатный специалист, что и было сразу же сделано. После этого, также в соответствии с требованием медного восстановления, было необходимо отработать паспорт безопасности медицинской организации. Была создана комиссия, которая отработала четко, отработала, провела эту работу тоже в течение двухмесячного срока. О работе администрации Кашхабского и Дмитриевского сельских поселений по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений доложили главы соответствующих поселений. По последнему вопросу об эффективности исполнения мероприятий комплексного плана противодействия диалоги терроризма Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории района, информацию представил главный специалист отдела по делам ГОИЧС Руслан Тхаков. На территории Кашхабского района по становлению главы администрации номер 468 21 декабря 2020 года утверждена комплексная программа муниципального образования профилактика терроризма и экстремизма на 2021 год, в которой заложено 150 тысяч рублей на террористическую защищенность образовательных учреждений. В 2020 году по этой программе реализовано 140 тысяч рублей на установку систем видеонаблюдения, установки тревожной кнопки и приобретение переносного металлодетектора в детской школе искусств в Ауле Кашхабе. Основная цель программы – регулирование политических, социально-экономических и иных процессов в Кашхабском районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, укрепления толерантной следы на основе ценностей многонационального российского общества. В целях предупреждения пресечения террористических и экстремистских проявлений администрациями сельских спасений проводятся рейды по проверке жилого фонда и мест массового пребывания людей, в ходе которых осуществляется мониторинг проявлений признаков экстремизма и конфликтных ситуаций между местными жителями различных национальностей. С жителями района проводятся встречи, в ходе которых рассматриваются вопросы профилактики экстремизма, терроризма, антирористической безопасности жилого фонда противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Систематически совместно с участковыми проводятся проверки заброшенных зданий, строений на территории района. Администрациями сельских поселений постоянно ведется работа по выявлению безхозяйных домовладений, в которых возможно незаконное проживание людей. Ключевое направление борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в молодежной среде – это профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи. В целях воспитания у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения и иных обстоятельств, В школах проводятся мероприятия по ознакомлению обучающихся школ с историей, культурой, обычным бытом других национальностей. В условиях образовательного процесса психологами проводятся работы с учениками кругу риска с целью выявления на ранней стадии у них склонности к правонарушениям для дальнейшей постановки их на внутренний, внутришкольный учет. В завершении мероприятия руководитель района вручил главам поселений комплект и форм для участников добровольных народных дружин, которые принимают активное участие в обеспечении охраны общественного порядка и проводят профилактическую работу по обеспечению безопасности на территории района.